20 часов и 3 минуты в российской столице, еще раз добрый вечер, господа, у микрофона Юрий Пранько, мы продолжаем наш с вами большой интерактивный вечерний канал на волнах радиостанции Финам ФМ, большое реальное время, мы подводим сегодня итоги уходящего 2012 года, и вот этот час я предлагаю вам задавать вопросы, обозначать те темы, обсуждать те проблемные переделы, которые вы считаете необходимы. То есть это вот такой открытый эфир в рамках большого реального времени. Для этого напоминаю, наш многоканальный телефон 65 10 99 6, код Москвы 495, наш портал в интернете финам.фм, туда направляйте свои комментарии, вопросы, мнения, можете пользоваться и моим личным аккаунтом в Твиттере, туда также отправляя свои письма. То есть мы с вами обсуждаем вот то главное, что произошло, на ваш взгляд, в 2012. Вот в первом части у нас были самые, пожалуй, известные ньюсмейкеры. Я тут вижу ваши письма, кто-то пишет, забыли про Делягина, но про Делягина не забыли, он все-таки был у нас позавчера, ему подводили с Михаилом итоги, экономические итоги 2012 года. Кто-то пишет, что один из знаковых эфиров был с Юрием Болдыревым, я согласен. Интересный собеседник, с ним можно соглашаться, можно не соглашаться, но вы знаете, мой главный принцип, журналистский принцип. Я готов со всеми дискутировать, готов выслушивать, иногда срываюсь, иногда срываюсь по одной простой причине, что, ну, знаете как, мы все люди, да, и даже профессиональные журналисты, отодвигая свое личное мнение на задний план в какие-то моменты, их все-таки высказывают. Так было, например, на эфире, когда был сенатор Тарло, ну, я, может быть, даже извинюсь перед вами за, может, излишнюю эмоциональность, но достал, что называется, да. И другая ситуация, например, вчерашняя наша эфира, когда вы в буквальном смысле разрывали на части депутата-единоросса Франца Клинцевича, да. Там я занимаю более взвешенную позицию и всегда даю именно вам возможность высказаться, задать вопрос. Давайте подводить итоги, ну, безусловно, одна из главных тем именно сегодняшнего дня подписанный все-таки антисиротский закон Владимиром Путиным. Я сегодня написал, что, в общем-то, меня это не просто разочаровало, а, в общем-то, я считаю, мы нанесли очень серьезный удар сами по себе. Ну, не мы, да, те, кто были против, те, кто высказывали аргументы против этого решения, а власть, которая, в общем-то, не прислушалась, почему-то, там, прикрылась вот этими фомовскими данными, что якобы 56% за. Ну, господь им судья, да, господь им судья, но это разочарование года, на мой взгляд. Возможно, у вас иные мнения. Событий было много. Пожалуйста, я открыт для эфира, открыт для диалога, пишите, звоните, все средства коммуникации к вашим услугам, вы в эфире, вечер добрый, как вас зовут? Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер. Меня зовут Алина, Москва. Очень приятно, Алина, добрый вечер. С наступающим вас. Спасибо огромное, вас с наступающим Новым годом. Хотела по поводу закона высказаться. Конечно, очень жаль, что многие в нашей политике не слышат мнения, ну, пусть и, конечно, не большинства, к сожалению. Хотелось бы вам пожелать успехов, вашей передачи успехов, и чтобы прислушивались к мнению общественных, не играть в эти интерактивы каждый вечер, много мнений высказывать, чтобы людей слышали. Алина, а вот кроме сегодняшнего подписанного президентом антисиротского закона, что еще запомнилось в 2012 году? Вот так вот прям врезалось в память. Ну, врезалось, конечно, коррупционные вот эти вот скандалы, которые совершенно останутся, я уверена, безнаказанными. Врезалось, потому что оппозицию давят, причем давят незаслуженно, опять же, не прислушиваясь, потому что во многих вопросах можно найти компромисс на какие-то решения. Это правда. Не глупые, как бы, у каждого вот эти мнения весомые. То есть какие-то зерна можно разумные выделять и применять, и, в общем, идти как диалог, чтобы был с обществом, а не какие-то такие жесткие односторонние позиции только в своих интересах. Спасибо, Алина. Еще раз с наступающим. Я соглашусь, это очень принципиальные переделы обозначила наша слушательница. Диалог. Вот то, за что я получал периодически пинки и с одной стороны, и с другой стороны, и критику, и за свой романтизм, и за то, что детей нельзя трогать, когда начинаются или ведутся политические разборки. Вы знаете, вот это, в принципе, Алина абсолютно права. Диалог. Да, можно сколько угодно говорить, что та сторона не готова к нему, но насколько та же оппозиция готова к нему, это тоже большой вопрос. На каких условиях? Без предварительных условий или уже с условиями? Согласитесь, это тоже немаловажные аспекты, которые заставляют не просто задуматься, а искать пути компромисса. К сожалению, ни та, ни другая страна, особенно, конечно, власти, придержащие, не готовы к этому. К сожалению, не готовы. Я, безусловно, буду зачитывать письма иногородних, которые приходят к нам. Тут и Самара, и Тамбов, и вот Николай из Ставрополя пишет. Добрый день, Юрий. Огромное спасибо за передачу. Вы раскрыли мне глаза на происходящее в нашей стране. Начал слушать вашу передачу после парламентских выборов в Госдуму. Хотел найти информацию, не похожую на ту, которая на нас льется из телеканалов. А теперь я тоже не могу смотреть первый канал, канал «Россия-1». Да, Николай, вот это, как мне представляется, главная моя профессиональная журналистская обязанность. Представлять вам разные мнения. Не вот пропаганду, которую мы ежедневно с вами видим. Ну, смотреть-то надо. И первый канал надо смотреть, и «Россия-1». Надо знать, кто вам оппонирует. Но вот самое главное — это вас информировать и давать возможность разным людям с разными взглядами высказываться. И это было в течение всего не просто этого года, но и в течение существования нашей программы «Реальное время». Идем дальше. 65 10 99 6, код Москвы 495, финам.фм. Не можете дозвониться, все ли не заняты, тогда пишите. Это самый оптимальный вариант. По крайней мере, в паузах, когда идут новости, мне будет легче выбрать что-то такое, знаете, сокровенное, искрометное, и прочитать это в эфире. Как вас зовут? Добрый вечер. Добрый вечер, Юрий. Меня зовут Мария, Москва. С наступающим вас тоже. Слушайте, я знаете, чем сейчас потрясен. У меня обычно в программах дозваниваются сильные половины человечества. А сейчас я так чувствую. Эфир захватили наши прекрасные дамы и точно уже его не отдадут. Да, слушаю вас. Пожалуйста. Далеко не первый раз. Звоню, потому что слышат буквально каждую вашу передачу. Знаете, я хочу поделиться перед Новым годом и каким-то позитивным влиянием этого года. Давайте. Мне кажется, что в 2012 году действительно у многих людей изменилось сознание. Я служу не только по себе. Я не только смотрю, что я снова вернулась к донорским практикам, стала помогать хосписам, быть наблюдателем, участвовать во всех митингах. И вообще смотреть, телевизор я правда давно не смотрю, но как-то более ответственно подходить к стране. Я встречаю огромное количество людей, которые повернули в это направление. Причем у людей действительно все очень неплохо. И у всех хорошие работы, хороший достаток. Могут позволить спокойно уехать из этой страны. Но люди остаются жить здесь и стараются делать все, что они могут. Стараются помогать окружающим. Приходят наблюдателями. Я знакомилась с топ-менеджерами очень немаленьких компаний, будучи наблюдателем на выборах президента Российской Федерации. И это так здорово, что людям стало наконец-то не все равно. То есть надежда есть, да? Надежда есть. Что не все так плохо будет. Хотя бы в части людей, да. Хотя бы меня радует, что из огромного количества людей, которых я знаю, я знаю только одного человека лично, который голосовал за Единую Россию. И больше ни одного. А я знаю несколько тысяч людей. А спрашивали его, почему он голосовал за них? Было какое-то объяснение? Да нет. Объяснение было. Оно совершенно придолгое. Спасибо огромное. Рад вас был услышать. Письма, да, иногородние письма. Алексей из Вологодской области пишет. Спасибо за реальное время. Именно благодаря вашей программе большая аудитория стала задумываться и осознавать, в какую глубокую, тут я пропущу это слово, непростую, да, ситуацию. Уж простите, Алексей, никогда не редактирую. Да тут отредактирую слегка. Озагнали некогда действительно великую страну. Не сдавайтесь. С наступающим 2013 годом. Желаю вам терпения и достижения новых высот. Олег пишет, уважаемый Юрий, ваши программы, ваши правые взгляды мне не очень нравятся. Это ваши взгляды, я их уважаю. Но стиль ведения передачи «Реальное время», как мне кажется, пишет Олег, просто великолепен с Новым годом. Всего вам наилучшего и вам, Олег, того, что действительно это очень хорошо. То, что вы со мной не соглашаетесь. Да, у меня право либеральные взгляды. Я считаю, человек первичен государства вторичное. Я считаю, что... Я соглашаюсь с Томасом Джефферсоном, который сказал, инакомыслие — это высочайшее проявление патриотизма. Я не хочу, чтобы даже те, кто со мной не соглашаются, не называли противоположную сторону врагами, агентами и так далее. Я вот вернусь вновь к Алине, которая сказала «диалог». Разговор. Почему в Британии, которая прошла тоже не очень простой этап? И, кстати, мы же подводим с вами итоги 2012 года. И в 2012 году я прочитал замечательный трехтомник в русском варианте, да, Уинстона Черчилля «История англоязычных народов». И всем рекомендую найти эту книгу. Они действительно прошли очень сложный этап. Они прошли очень сложный этап. И рубили головы, да, и там чего только не было. Но вот к чему пришла Британия, я надеюсь, рано или поздно мы придем. В публичном пространстве достигается компромисс. Если мы запихиваем политику, уж простите за прямолинейность, под ковер, опять-таки, Черчилль, не применительно к нынешней России, а еще к Советскому Союзу, да, сказал про бульдожи и схватки под ковром, то значит все, финал, продолжение не будет точно. А вот если мы дискутируем, если мы выносим проблемы в публичное пространство, значит, есть надежда, что будет найден компромисс. Я надеюсь, что власть это тоже рано или поздно осознает, но, к сожалению, еще раз скажу, вот сегодняшнее решение господина президента меня разочаровало. Это большое реальное время. Мы сегодня с вами, что называется, соображаем на двоих. Звоните, пишите, продолжим после краткого выпуска новостей. 2017, реальное время, Финам.фм, у микрофона Юрий Прайнко. Сегодня у нас с вами большой интерактивный канал, и мы общаемся напрямую, без посредников, без купюр, без цензуры. 651099,6, код Москвы, 495 для звонков. финам.фм, наш портал в интернете для ваших писем. Пишите в Твиттер, давайте общаться. Вы в эфире. Как вас зовут? Добрый вечер. Здравствуйте, меня зовут Александр. Да, Александр. Я мой слушатель. Спасибо. Поздравить вас с наступающим Новым годом. И вас. Просто восхищаюсь регулярно вашей программой. Слушаю много радиопередач. Ваша программа, она из самых любимых моих, которая позволяет многое с другой стороны посмотреть то, что говорят по центральным каналам. Спасибо большое. Очень приятно. Да. Ну, наверное, сам не забывая, для нашей страны, конечно же, это были выборы. Вот такое, так сказать, наплевательское отношение к своему народу, к своему директору, я еще ни разу не видел. Ну, а как считаете, вот дальше, какие формы может приобрести тот же протест, и возможен ли диалог с властью, или это маловероятно? Ну, я думаю, исходя из того, что принято, хотя в последнее время к решению делать власти, на диалог она идти, по-моему, совершенно не желаю. Она абсолютно не слушает. Александр, ну, а как все-таки, вот знаете, есть такая операция, да, принуждение. Принуждение к миру, вот как это у нас было в Южной Осетии. Принуждение к власти, к диалогу. Ну, какие формы может иметь? Ну, я думаю, что, наверное, из нашей истории страны плачет. Плачет, да. Да, спасибо огромное, с наступающим. Вот, фу, плохо это, понимаете? Плохо то, что мы сами с вами даже не видим. Вот это, вот это очень больно бьет. Вот это заставляет сердце очень крайне так стучаться, что называется, не в положенном ритме. Потому что это же наша с вами страна, мы же точно с вами отсюда не уедем. Ну, большинство из нас, по крайней мере, точно не уедет, да. Хотя, я думаю, если вы размышляете про своих детей, вы задумаетесь, а может быть и правда там. Но там-то тоже никто нас не ждет. Там-то мы никому не нужны. Вы вспомните, когда вы проходите зеленую линию, когда, например, прилетаете в Соединенные Штаты. И что вас спрашивает сотрудник иммиграционной службы? А зачем вы сюда приехали? Это самое мягкое, да. И, в общем-то, ты должен дать ответ, потому что, если у этого чиновника, в данном случае, американского плохое настроение, он вас может завернуть, и вы этим же самолетом отправитесь в обратный путь. Я, так же, как и большинство из вас, хочу жить в собственной стране. Я люблю наш с вами русский язык, как это не банально звучит, но это наш с вами родной язык. Это, кстати, наша гордость. Но если не будет диалога, если не будет встречного взаимного движения власти, оппозиции, общества, пусть с разными их взглядами, ради бога, левые, правые, центристы, либералы, националисты, кто угодно, то будет большой швах. Другого, к сожалению, я не вижу. Может быть, вы видите. А, вот, кстати, Олег пишет, итоги года весьма печальны. Видимо, придется уехать. С этим сумасшедшим принтером я уже не могу представить себе, как я буду растить в этой стране детей, пишет Олег. Я не хочу, чтобы они росли с российским менталитетом приспособленцев. Я оставлю этот комментарий, я его озвучил. Вот каждый сейчас, я думаю, поразмышляет над тем, что написал Олег. Так, это важная вещь. Олег не стесняется. Он прямолинейно высказывает свою позицию. Но кто-то же должен понять, так дальше жить нельзя. Но нельзя так дальше жить. Нельзя продолжать не слышать, я не знаю, большинство или меньшинство, но даже если это меньшинство, его мнение меньшинства должно быть учтено. Это прописная истина. Мы же с вами типа строим демократию, как говорит господин президент. Мы же с вами строим либеральную, демонополизированную рыночную экономику. Ну, я его цитирую, да. Вот, кстати, в этом году я очень... Что называется, глаза в глаза, да, смотрел на Путина, слушал его на конференции ВТБ «Капитал». Он искренне там говорил. Но может ли быть политик искренний? Это очень большой вопрос. Вот если они будут искренними? Хоть в чем-то. Ну, вот я думаю, в части антисиротских поправок они, конечно, искренни. Все. В части Познера они тоже искренни все. Вы посмотрите, какой единственный... Я не знаю, как вот наши нынешние оппозиционные, так называемые, парламентские партии, да, СР, ЛДПР, коммунисты, они будут вот в следующие парламенты избираться. Они как будут объяснять свою оппозицию? В чем их оппозиционность? Ну, ведь я больше чем уверен, что никто из нас не забудет вот этот 2012 год и их любовный экстаз, когда они все слились, да, в порыве, значит, по антисиротам, по Познеру, да, и митинги. Да вспомните, какой год-то был у нас веселый. Вы в эфире. Как вас зовут? Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Зовут меня Геннадий Москва. Да, Геннадий, очень приятно. С наступающим вас. Слушаем. Да. Добрый вечер. Геннадий Москва. Юрий, да, мне вас так же взаимно. Но, к сожалению, вот я, наверное, вас хотел бы огорчить. Давайте. Не против, да? Давайте, давайте, давайте. Вот. Огорчение следующее. Я убежден в том, что ни оппозиция, ни системная, внесистемная, ни власть, у них нету предмета для договора. Вот, причина очень простая. Ни у тех, ни у тех нету какой-то общественной идеи, нету какого-то национального интереса, который они заявляют. Ну, смотрите, подождите, Геннадий, вот власть говорит постоянно о стабильности, да, то есть вот не трожьте, нам нужна стабильность. Я же постоянно, тот же пресс-секретарь президента Пескова об этом говорит, те же социологи, которые на них работают, да, они говорят, россиянам не нужны перемены, россиянам нужна стабильность. Оппозиция, она на самом деле не такая бесхребетная, как может показаться. И дело даже не в митингах, да, часто их обвиняют в том, что у них нет программы. Есть у них программа, но она основывается на том, что нужны реальные перемены. Вот один из таких тезисов, например, это переход от президентской к парламентской республике. Я это, я, к сожалению, Юрий, я немножко не про это. Я говорю оба, ну, у нас это принято говорить национальной идеей, во всем мире это национальный интерес. Он выражается в том, что вот и вы, и я, мы с вами одинаково видим нашу страну в 2030 году, в 2050 году. И мы с вами строим эту страну, мы хотим эту страну, понимаете? Так вот, такую страну, образ этой страны ни власть, ни системная оппозиция, ни внесистемная оппозиция не описывает, никто не сообщил. И Делягин вам не описывает эту страну, и Хазин не описывает эту страну, к сожалению, к огромному. Так вот, я, например, ну, для себя, проводя исследование, пришел к такому заключению. Отсутствие вот такой вот, скажем, общественной идеи, она, этот вакуум моментально заполняется групповыми интересами. Что у нас и происходит. Вот есть группа, которая находится во власти, они реализуют свой интерес. Ну, я не беру там, допустим, только интерес корыстный, там, заработать. Я понимаю, да, 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 да. Вот, интерес, как они видят этот мир. Вот он видит, например, мир, как сколково. И он тут же его реализовывает. Независимо, вам это нравится, вы согласны с этим, не согласны. Он реализует свой групповой интерес. Вне системная оппозиция, не объявляя вот этого общественного интереса, они с этим не идут. Поэтому я тоже, вот, я не готов за ними идти. Потому что я подозреваю, что если вдруг они дойдут до власти, если она, ну, мягко говоря, к ним попадет в руки каким-то образом, мы за них проголосуем, или они там революционным способом ее возьмут. Вот я беспокоюсь о том, и больше даже в этом уверен, что они будут реализовывать свой интерес. Да, спасибо, Геннадий. На самом деле, спасибо огромное. Вот то, что вы сейчас произнесли, это действительно очень важно. Власть страдает, как кто-то мне из гостей сказал, не слабоумием, нет, а вот умением видеть перспективу. То есть самый большой временной лаг, на который они рассматривают, да, свое поведение, свои действия, свои решения, это один срок. Парламентский, ну, конечно, президентский, да, если так по-взрослому всерьез говорить. И, соответственно, все. Вот этот временной лаг плюс, помноженный на нашу любимую тему, бери, пока есть возможность, и мы получаем вот этот итог. Я с Геннадием согласен. Действительно. А, кстати, вот я вдвойне благодарен нашему слушателю, потому что пример пенсионной, так называемой третьей пенсионной реформы, он очень яркий в этой связи. Мы здесь на Финам.ФМ в реальном времени этот вопрос просто, не просто обсуждали, да, мы наутмаш били. Потому что это вопрос действительно не политической демагогии, а принципиального решения, как дальше мы будем развиваться. Мотивируем мы людей на то, чтобы они, а, думали головой, б, принимали решение, а, в, экономика наконец-то получила длинные деньги, пенсионные деньги. Это самые длинные деньги. Либо мы оставляем тот собес, который был, который не работает, который сейчас, из-за которого сейчас приходится из Федбюджета прямыми трансфертами направлять триллионы. Вот оно и развилка. Так что Геннадий прав. Но оппозиция что-то там пыталась обозначить, да, и в том числе в наших эфирах, но это для них не концептуально. Это тоже чувствуется. Некоторые из оппозиционеров, равно как и многие депутаты Госдумы и сенаторы, вообще не понимают, о чем идет разговор. Это правда. Засыпают на этой теме. На теме межбюджетных и бюджетных отношений. То есть по-взрослому, серьезно. Вот это то, что мы имеем. Другого у нас, к сожалению, нет. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр Матванович. Да, Александр. По поводу Путина. От людей очень близко с ним знаком. Могу сказать, что он действительно говорит то, что думает. То есть это действительно его мнение. Это получено от людей, которые общаются с ним как минимум раз в неделю. Теперь другой вопрос. Вот смотрите, вы уже полторы или две недели обсуждаете детские поправки. В вашем эфире прозвучала цифра. 60 тысяч детей было вывезено из страны. Усомновлено. Неважно. Вот сколько из этих 60 тысяч реально больных инвалидов? Вот эта цифра не прозвучала ни разу. Если мы говорим о 100 человеках, то, по-моему, это просто истерика. С другой стороны, за каждого ребенка иностранцы отваливают нашим чиновникам приличные деньги. Я думаю, ни для кого это не секрет. Умножим 60 тысяч на 10 тысяч долларов или евро. Итого 6 миллиардов долларов или евро. Следующий момент. Государство выделяет на каждого ребенка в среднем от 50 и более тысяч рублей в месяц. Вывод. Александр, 5 секунд до новостей. Хорошо. Вот просто огромные деньги, которые сейчас крутятся на этом рынке. И это надо ограничить. Я понял. Краткий выпуск новостей с тем продолжения реального времени. 20 часов 31 минута. Это большое реальное время. Звоните, пишите. Сегодня у нас с вами не совсем, даже совсем необычная программа. Я здесь в студии, а вы по ту сторону радиоприемники. Мы общаемся, мы обсуждаем итоги уходящего года. И вы сами обозначаете те темы, те вопросы, которые хотели бы со мной обсудить в прямом эфире нашей станции. Звоните, пишите. Все средства связи к вашим услугам. И единственное, абсолютно, наверное, правильно Александр говорит вот об этой коррупционной составляющей. Вывел он даже цифру, эти 6 миллиардов, да, это не ежегодно получается, а в общей сложности. Может быть, вы и правы. Но меня в этой истории смущает одно. Почему о российских детях-то мы заговорили только после акта Магнитского? Почему-то сейчас многие забыли, что Государственная Дума, вот этот так называемый закон, да, антисиротский закон, назвала еще именем мальчика, который погиб, действительно, это страшная трагедия, Дима Яковлева, после того, как Конгресс США и президент Обама подписали акт Сергея Магнитского. Вот эти 60 чиновников-то. До этого-то, ребят, вы что делали-то? Вы где были? Если это... Это что, проблема сегодня возникла? Нет. Вчера? Нет. Позавчера? Нет. Вот этот господин Астахов, который сейчас, по-моему, только по телефону общается с журналистами государственными, да, я не знаю, где он, он еще занят, страна взбудоражена в буквальном смысле, а президент отвечает за все у нас. Как я спрашивал в своем эфире, кто отвечает за... Кто контролирует госкомпании, госкорпорации? Мне говорят, президент. Это сказал председатель комитета Госдумы по экономической политике. Я говорю, а за что не отвечает президент? Вот вы на плечи этого человека, я сейчас его не защищаю, я не адвокат Путин, да. Но вы все возложили. Он сам на себя возложил, мне говорят. В оппозиции, да. А власти, из власти, говорят, это он отвечает, потому что все у него. Так может быть, тогда действительно отмените все другие институты? Пусть президент за все отвечает. Где логика? Где логика, в том числе по этому вопросу, антисиротскому закону? Почему лишать детей возможности получать семейное тепло, материнскую ласку, отцовскую теплоту? Почему? Зачем? Кому это надо? А мы их лишили. Мы их лишили. Они их лишили. А мы протестуем. А они нас не слышат. Вот и все. Взятки кто брал? Российские чиновники? Они в этой вертикали власти вчера появились? Или их назначили? Не вчера и не позавчера. Ну, то есть это тоже очевидные вещи. Так, Андрей пишет. Государство живет своей жизнью. В основном по центральному телевидению. Хорошо сказано, Андрей. Мне нравится такая формулировка. Страна с твоей. Итоги 2012 года подзабудут уже через полгода. Я думаю, раньше, на самом деле. Ощущение останется только одно. Разочарование. Несмотря ни на что, всех слушателей поздравляю с наступающим Новым годом, Андрей, и вам того же. И вашим родным, и вашим близким. Вы в эфире. Как вас зовут? Вечер добрый. Добрый вечер. Меня зовут Игорь. Да, Игорь. Во-первых, большое спасибо за вашу передачу. Спасибо вам. Я просто сразу и вам, и всем слушателям скажу. Вы в прямой эфир попадаете сразу, без предмодерации. У нас на станции не принято предмодерировать. Поэтому, когда я вам говорю алло, это значит, вы уже в прямом эфире. Ну, это так просто. Да, да, да. Для последующих звонков. Слушаю вас. Хочу затронуть сразу парочку тем, постараюсь как можно быстрее. Значит, мне 30, и я поездил, и я был в других странах, и я общался с иммигрантами. И вы знаете, есть у них комплекс, комплекс, что то, что они сделали, они могут оправдать только одним. Что они сделали, это ради своих детей. И для того, чтобы этот комплекс подтвердить, они постоянно говорят о том, как у нас все плохо. У меня недавно родился ребенок, и единственная причина, из-за которой я думаю, меня продолжает мучить эта проблема, это мой ребенок. Если бы не ребенок, я ни за что бы даже не рассматривал вариант уехать, жить туда и разделить судьбу этих людей, которые не чувствуют себя частью общества. Это правда, они там чужие, это правда, да. Я не могу понять. То есть, вот видно, что то, как сейчас принимаются различные решения, что намеренно выбирается путь конфронтации с людьми, которые не разделяют только зрение. Вот, мне кажется, в Европе политики больше заигрывают со всеми слоями населения, даже если есть какое-то меньшинство. Есть такое дело, да. Допустим, наша точка зрения меньшинства, если есть возможность выбрать формулировку, более удачно выбрать момент, чтобы меньше выходить на конфронтацию, это делается. Мне кажется, у нас делается ровно наоборот. Вот, не знаю, все очень ругали Владислава Шуркова, но мне кажется, он гораздо тоньше и больше заигрывал с людьми, не разделяющие основную точку зрения. Есть такое дело с наступающим вас. Да, вот, кстати, зацеплюсь за последнюю фразу. Многие сейчас сравнивают Владислава Шуркова и Вячеслава Володина, который стал его преемником на посту первого замглавы президентской администрации. Я не буду скрывать, я знаком с некоторыми людьми, действительно, разные, разные способы, разное видение. Шурков был более изощрен, более интеллектуален, но не менее жесток или жесток, уж когда, как кому нравится. Но, действительно, там была многоходовка. В последнее время никаких многоходовок бульдозером напрямую. Хотя, с другой стороны, вот я вам, это не инсайт, на самом деле, осмысление вообще проблемы, существующие есть во власти. Безусловно, есть. Они понимают. Я, может быть, не совсем разделяю те мнения, когда мне говорят, они боятся, у них страх, есть определенное беспокойство, безусловно, особенно после первого болота. Ну, и вот, если бы лидеры оппозиции тогда не укатили на отдых, как некоторые, как не то, что некоторые, а многие из них, да, то, может быть, тогда власть реально была готова к переменам. И президент тогда еще был Дмитрий Медведев. Сейчас не набрасывайтесь на меня по поводу Дмитрия Анатольевича. После 24 сентября все изменилось с прошлого года, да, но тем не менее. Говорят то, что и разногласия, определенные существующие между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым, в том числе, связанные с этим. У них разное видение. Так вот, попытки, не то чтобы перезагрузки, нет, и не то чтобы изменения системы, нет, но попытки создать некую фронду, с одной стороны, как вот вчера Павловский сказал, спустили псов, а с другой стороны, я точно знаю, что идут очень серьезные проработки по созданию новых политических проектов. Потому что, я думаю, многие из них уже осознают, что тот же Жириновский, тот же Зюганов, это уже old news, это вчерашний день. По поводу Миронова не знаю, не знаю, да, но, наверное, тоже, наверное, тоже. Потому что, знаете, в чем причина еще? Мы подступили с вами к этапу смен поколений. Вот в чем гигантская проблема. Даже проблема не в политических взглядах право-лево, как я уже говорил, да, а в том, что тем, кто сейчас во власти, придется рано или поздно потесниться. Это объективный ход событий. В Европе, где действительно, я согласен с нашим слушателем, учитывается мнение меньшинства, и это приобретает порой такие чудные формы, ну, например, как требование рождественские елки, да, не ставите, со стороны одной из религиозных организаций всемирных, да, такая мировая религия. Вы понимаете, о чем я говорю. Я просто никого не хочу обижать, но это же маразм, елки рождественские. Или в Америке, да, где слово «Рождество Иисуса Христа» заменяется на слово «праздник». Вот просто праздник в официальных документах. Это маразм. Это маразм чистой воды. Это мое личное мнение, да. Так вот, попытка найти новые точки будут, потому что на старый уже не нажмешь. Все. Это все ушедшее в лучшем случае дотянут до следующих парламентских выборов. Я думаю, что Владимир Путин это прекрасно осознает. Но перед ним стоит еще две крупные задачи. А полностью сохранить то статус-кво по активам имущества, которое было получено элитами в период его правления. Не то, чтобы заморозить ситуацию, а придать ей законную форму. Это тяжелейшая задача. Вы почувствуете, да, то есть речь идет не о том, что раздать своим или чужим. Порой свои друг к другу могут в глотку так вгрызться, что чужие будут меньшими оппонентами в этой ситуации. И это мы, кстати, с вами видим. Да, в том числе по Анатолию Сердюкову это же четко прослеживается. Нет, дело не в этом. Дело в том, что ему надо определенную... Вот хотите, назовите это стабильность, да? Это принципиальный вопрос. Он очень сложный вопрос. И второй вопрос как-то небанально звучит. Ну, приемник. Приемник. Тот, кто, а, гарантирует сохранение тех институтов, которые были созданы. В первую очередь по собственности. Б, человек, который... Ну, как это было, кстати, ведь Владимир Владимирович очень хорошо знает, как он пришел к власти. Он лучше всех нас вместе взятых знает об этом, да? И, соответственно, этот контракт тоже должен быть подписан. Но вопрос с кем? Тяжелейшие вопросы. А, надеюсь, президент будет советоваться с обществом. И будет советоваться потом нам всем очень тяжело. Как вас зовут? Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Да, добрый вечер. Да, меня зовут Геннадий. Я из Москвы. И я вот очень хотел бы, ну, как бы, подвести... Давайте, давайте. ...последнего времени. И у меня такой вопрос, который касается... Ну, я думаю, что он очень тесно касается. Это детей чиновников. Мелких, крупных, без разницы. То есть, не так давно отменили уголовную ответственность за то, что... За скрытие с места ДТП. Вот. Был очень громкий скандал во Владимирской области. Там, где отменили ответственность молодых людей, несовершеннолетних, вернее, не отменили ответственность, а запретили браки несовершеннолетних, которые менее 18 лет. То есть, ответственность молодых людей спадает. И вот у меня почему-то такое мнение, что вот эти все решения принимают чиновники, которые пытаются уберечь своих детей от ответственности, грубо говоря. Может быть, может быть. Да, я понял, спасибо. Знаете, меня... Вот эта история, кстати, очень важная. Меня сегодня потрясло другое сообщение, которое появилось на информационных лентах. Один из депутатов Челябинской городской думы предложил обязать всех женщин выйти замуж и родить ребенку. Я опубликовал этот твит у себя, да, и я получил массу интереснейших сообщений на эту тему. То есть, знаете, с одной стороны, я же понимаю, чем занимаются эти депутаты. Как профессиональный журналист, я понимаю, чем они занимаются. Они хотят в заголовки попасть. Он же попал этой инициативы, попал. Кто бы вспомнил про депутат Челябинской городской думы при всем уважении к этому, надеюсь, действительно выбранному, избранному органу власти замечательного уральского города. Но то же самое происходит у нас с Госдумой, с Советом Федерации. Я вам как-то уже рассказывал, высокопоставленные, некоторые высокопоставленные функционеры Единой России на мои вопросы о том, что, слушай, ну, ваш коллега такой бред несет. Или там вносит такую бредовую инициативу. Они мне откровенно говорят, ты не обращай на них внимания. Ну, захотели там попасть кое-куда, да, кое-куда это в СМИ. Ну, все добились. Ты же отреагировал, отреагировал. Ну, и все другие также отреагировали. Вот, кстати, один из главных итогов уходящего 2012 года, это невероятное количество политических фейков, троллинга и всего остального. Вот эта дума, это феерия Госдумы, да? Но, как выясняется, и местные городские думы у нас уже не отстают. Там тоже депутаты, пойдем, почувствовали вкус славы. Неважно какой, неважно с чем, неважно, что там. Я хочу обязать всех женщин выходить замуж. Кто-то из дам написал, он придурок. Это вот самое мягкое, да, что я могу вам процитировать из Твиттера. Там более были жесткие высказывания. Но он достиг. И вот здесь у политических журналистов особенно возникает очень такая серьезная проблема коммуницирования, да. Давать, тиражировать, говорить, обсуждать или нет. Каждый решает сам за себя. Далее новости. 20.46, продолжаем эфир. У нас не так много с вами времени остается. Это, кстати, заключительная программа вот в уходящем 2012 году. Большое реальное время. Поэтому сразу к звонкам, к вашим письмам. Как вас зовут? Вечер добрый. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Сергей. Да, Сергей, очень приятно. Мы вот в сотни звонков дозвонимся до вас. Юрий, вы знаете, я вообще ваш оппонент сразу говорю. Отлично. Так. Вот, я совершенно не согласен с этими вашими новостями и событиями, которые вы описываете. Ну, это ничего, в общем-то, не значит, конечно. Почему это не значит? Нет, это вы неправильно говорите. Это очень важно, то, что вы сейчас произнесли. Вы мой оппонент. Это отлично, понимаете? Хуже, когда оппонент в себе держит свое мнение, а на публике высказывает, скажем так, иное суждение. Вот, по-моему, это сейчас характеризует многие вопросы в нашей стране. Да. Если у нас с вами, то государство это переживет. А вот если не будет государства, то ни нас с вами, ни всех остальных не будет вообще. И не о чем будет даже разговаривать. И наша страна, она за последние сто лет такие этапы переживала. И возьмите, допустим, гражданскую войну. Ну, вот фильм «Бег». Помните судьбу генерала Черноты в кальсонах по Парижу? И вот такая судьба меня совершенно не устраивает. Поэтому худо-бедно, пусть лучше будет государство, а там внутри как-нибудь разберемся. Вот. Теперь еще вот что. Знаете, есть такое выражение, что много способов лжи существует. И один из них, когда говорят правду, но не всю. Вы очень часто даете Путину отрицательную характеристику. Но никогда не говорите о положительных вещах. Вот, допустим, дня три назад, по-моему, я звонил, когда разговаривал с вами, вопрос задавал. Это как раз было в тот день, когда Путин летал в Индию. Туда и обратно в один день. Ну, грубо говоря, смотался, да? Простым языком. Он подписал там договор с индийцами на поставку десятков самолетов и вертолетов. Вот. А это работа для десятков тысяч людей. В Комсомольске на Амуре, Ангаске, Иркутске. Там очень тяжело сработать в этих местах. Я примерно сам оттуда родом, хотя живу здесь, под Москвой. Вот. Это такой праздник для людей был там, на тех местах, что они могут своим детишкам и шоколадку купить, и велосипед, женам там сапоги. И, по крайней мере, на ближайшие несколько лет чувствуют себя нормально. Ведь ваша радиостанция даже не осветила это событие. А ведь таких по стране сколько много? От Пикалева до Толятинского автозавода. Очень много вещей полезных и положительных, которые Путин делает. Но ваша радиостанция никогда эти вещи не освещает. Да, спасибо. Вот за критику. Это отлично, на самом деле, что она звучит. И, заметьте, она звучит, да? То есть на государственных каналах вас вообще никто ни о чем не спрашивает, по большому счету, да? И уж точно вы попадаете в эфир через определенные, так скажем, фильтрационные механизмы, которые можно было, кстати, ввести на Финам.ФМ. Но никто никогда этого не делал. По крайней мере, в моих программах никогда не было предмодерации. Я не буду и не буду просто сейчас из-за очень небольшого количества времени, которое у нас осталось, уходить вот в плоскость государства первичной или человек первичный и так далее и тому подобное. Но я не соглашусь с вами в одном, что я уж совсем Путина только критикую и не замечаю положительных моментов. Я считал и считаю одним из главных экономических достижений господина президента еще в первый срок. Это плоская шкала налоговложения физических лиц. Подоходник. То, что более, да, понятно всем. Так что это достижение. И я очень рад тому, что президент держит удар. Несмотря на то, что его постоянно толкают к прогрессивке, он сдерживает этот напор. Это отлично. Но, правда, тут же падает популизм. Вот налог на русскошь. Чуешь полное? Популизм чистой воды. Левый причем популизм. Но красиво звучит, да? Поэтому я соглашусь, что, может быть, я какие-то вещи знаю, но не рассказываю. Потом вы привели пример АвтоВАЗа, но я не считаю, что это совсем была успешная спецоперация, потому что за те два кризисных года, которые были пройдены, да, были потрачены десятки миллиардов рублей. И два кризисных года, даже несмотря на прямые государственные субвенции этому конкретному, кстати, открытому акционерному обществу, которое имитировано на фондовом рынке, так вот эта компания умудрилась с убытками, также многомиллиардными закончить. Ну, странно же. Золотые парашюты тех руководителей, которые уходили из АвтоВАЗ, вы же знаете, это тоже все. Так что надо признавать и ту, и другую сторону. И очень хорошо, что вы вот имеете такую возможность мне позвонить и пообщаться со мной, высказать свои замечания. Спасибо вам и с наступающим. Идем дальше. Как вас зовут? Вечер, добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, Георгий, меня звать. Георгий? Да. Да, отлично, Георгий, я очень рад, что занялись. Что было выдающееся за это? Это впервые Путин в своем послании объявил, что с водой выпустили ребенка. То есть страна лишена будущего. Но он-то должен, сказав А, сказать Б, какие же силы, кто, как участвовал, и какова роль его в этом деле была. Вот что не было. Вот я бы хотел сказать. Да, спасибо. Я думаю, что прямое участие. Давайте не будем мы не то, чтобы подвергать сомнению, а все-таки согласимся с тезисом о том, что окружение, то бишь бояр, определяет царь. И мне забавно вот слушать, кстати, одно из таких примечательных событий конца этого года, это ситуация в РГТУ, да, и вы вспомните, у меня был и Бабурин, и вот господин Казак, представитель Российского студенческого союза. Мне было забавно слушать, как они мне в унисон говорили, президент не знает, президента надо проинформировать. Вот все фракции, замечу вновь, все парламентские фракции следились в любовном экстазе и против Ливанова, министра обороны. Слушайте, где оппозиция? Где свое мнение? У нас теперь вот некое единое такое анабиозное состояние у российского парламента, да? И все, давайте вешать на президента. А он хороший. Кто Ливанова назначил? Когда ответите на этот вопрос, то поймете. Я просто вот обращаюсь в том числе и к слушателю, который дозвонился, да, Георгию. Вы от него что хотели услышать? Чтобы он назвал фамилии? Ну, первой будет фамилия Владимир Путин. Вот и все. Как вас зовут? Алло, добрый вечер. Алло. Да, вы в эфире, как вас зовут? Да, добрый вечер, меня зовут Андрей. Очень приятно. Ну, тяжело было дозвониться, респект вам. С наступающим. И вас тоже с наступающим. Успехов, здоровья, конечно, очень жалко, что программа кончается, потому что, ну, Финаму ФМ, в общем-то, я узнал именно, ну, через вашу передачу, чисто вот так попал, чисто случайно, разговоры нормальные, в общем-то. Согласитесь, в хорошее место попали. Ну, чисто случайно, но чудеса иногда встречаются. Происходит, да. Собственно, да. Вот иногда вот вопрос, вот сейчас вот, ну, конкретно можно говорить обо многом. Путин хороший, Путин плохой, но у каждого свой Путин. То, что не понравилось мне, конкретно, когда, ну, дело Магнитского, я считаю, ну, уже сколько лет, и оно чисто, ну, такое скандальное, все о нем говорят, что чего, о чем. Кстати, сегодня единственного обвиняемого отпустили, Тверской суд Москвы, да, замначальника СИЗО, Бутырка, была права. Напоминаем, судья, не мой вопрос, я о другом говорю, что вот голубым глазом первое лицо президента, ну, как бы государства, говорит о том, что ребята не в курсе, что там было, мне докладывали, было типа того. А там дальше кто-то что-то еще ворует. Так извините, вопрос в чем, если первая глава государства в течение трех лет не может, ну, хотя бы спросить, ребята, что произошло. То есть мне непонятен сам факт, что, ребята, я не в курсе, я не знал, что-то, может быть, там и было. Согласен, согласен, если бы это произошло вчера, президент мог бы так сказать, я не в курсе, я буду разбираться. А по делу Магнитского он действительно так не может сказать. Не знаю, не знаю, как бы вот и что. И второй вопрос, а вообще, кто сказал, что закон Магнитского это плохо? То, что там десяток офицеров не пустят в Америку, мне по барабану. А кто вообще, я думаю, что это плохо? Согласен, согласен. Действительно, вот 60 этих человек, кстати, наши сегодня тоже заявили, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, что список тех, кому будет отказано в праве въезда в Россию, есть, но его публиковать не будут. Кстати, нету и списка американского вот этого антимагнитского, закон Магнитского, да, и нашего антимагнитского нет. Но я соглашусь с нашим слушателем в части, что глава государства у нас, вообще он очень хитрый и достаточно умный, грамотный политик. Я отдаю ему должное. Все-таки, господа, согласитесь, 13 лет, 13 лет власти. Когда он пришел, он доказывал всем, что он не только хозяин Кремля, да, ведь мы же с вами понимаем, о чем идет речь. Он доказал, что он хозяин страны, но с другой стороны происходит что? Вот какой бы человек ни был замечательный, по истечении определенного срока, а, он выдыхается, б, он устает. Я сейчас не про физиологию, да, не про те скандалы, которые на пустом месте родились, и здесь я, кстати, критикую пресс-службу президента, как-то неумело они пытались это все опровергнуть. И были проблемы со спиной, так скажите, ну, и в чем проблема-то? А мы, журналисты, значит, я вот читаю англоязычные рейтеры и вижу, господи, сообщение у президента России, очень серьезные проблемы со здоровьем, потом выясняется спина. Ну, что таили-то? Ну, в чем проблема-то? Но вот соглашусь со слушателем в части того, что это очень большая роскошь, когда президент говорит, что я не в курсе, я разберусь. По новому событию так можно ответить, которое вчера произошло или сегодня. Когда это произошло и не вчера, и не сегодня, и даже не позавчера, ну, это уход, конечно, от ответа. И, кстати, самый яркий пример, опять-таки, антисиротские поправки. Вот эта большая пресс-конференция в восемь раз, да, спрашивали по ним, и никто ничего так и не понимал. Ну, сегодня все стало понятно, да, президент подписал. Как вас зовут? Вечер добрый. Нет. Добрый вечер. Как вас зовут? Алло. Здравствуйте. Меня зовут Олег. Да, Олег. Олегов много цитировали, вот я тоже Олег, только я не писал звание. С Новым годом вас. И вас с наступающим, да. Хорошее радио, да. Мононологи, диалоги ваши. Очень хорошо. Значит, мне не понравилось в этом году это непринятие антитабачного закона. Непринятие? Непринятие, да. По-моему, его отложили там до 15-го года. Вот я так понял, что пролоббировали вот эти все табачные кланы еще на два года. Но, скорее всего, там еще на что-нибудь продвинут. У меня много детей несовершеннолетних, поэтому меня это очень беспокоит. Вот эта вот доступность сигарет, курение в массовом порядке, мода на курение. Есть такое, да, 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 соглашусь. Спасибо большое с наступающим еще раз. Я не знаю, там первопричины действительно лоббисты воспрепятствовали или нечто другое. Потом, когда мы говорим о лоббистах, мы же сами понимаем, речь идет о тех людях, которые, собственно, и принимают решения. То есть не надо делить на белых и красных. Здесь они там все едины. С другой стороны, не переоценивал бы этого значения. Скорее всего, понимаете, государство имеет гигантские деньги на табаки и на алкоголь. Вот у нас, кроме Онищенко, который заявил, что соблюдает посты и в новогоднюю ночь будет есть только квашеную капусту, все остальные, по-моему, будут есть очень хорошо, очень хорошо. И приятного им аппетита, и это замечательно. Но вот почему это все делается за счет народа, постоянная акциза. Кстати, вот поднимутся цены с 1 января 2013 года не только на так называемую народную водку, ни в коем случае не реклама алкоголя, да, но и на дорогой виски, и на коньяк, и на вино. Но, ну, ребят конкретно делают деньги на нас. Я не против, да, если это преследует цель, вот так вот пафосно звучащая фраза «Здоровый образ жизни нации». Боюсь, преследуется другое. То же самое, кстати, у нас по автомобилям. У нас есть транспортный налог, у нас есть акцизы, которые каждый год повышаются на топливо, да, и теперь тем, кто на хороших автомобилях передвигается, предлагают еще и налог на роскошь. Ну, давайте еще их обложим. Ну, давайте все обложим. Давайте за воздух будем платить. Почему нет? Господа, мне крайне было приятно Весь этот год с вами общаться в реальном времени. Я завершаю сегодняшнюю программу. Желаю вам успехов, вам, вашим родным, близким, в первую очередь вашим детям, родителям, чтобы у вас все получилось в новом 2013 году. Год был сложный, очень сложный. Для меня он был вдвойне сложный. Я потерял, к сожалению, своего отца в этом году. Но я надеюсь, что 2013 год нам, каждому из нас, принесет только радостное известие. Спасибо вам огромное. Низкий поклон. И до встречи в 2013 году. Юрию Праньку. Большое реальное время. Финам ФМ. 99,6 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА